Всех приветствую на канале Мехо. В этом видео я расскажу, покажу, как повышать уровень общения у различных NPC. Уровень общения позволяет получить различные выгоды, например, знания, новые задания, а также открывают лавки, в которых можете что-то покупать. Например, у определенных NPC нанимать, получать сертификаты на открытых рабов, секретных рабов. Чтобы начать общение, вам необходимо определенное количество энергии. Чем выше уровень общения с вашим NPC, тем больше энергии вам нужно, чтобы начать. Например, до 100, вам нужно всего 2 энергии, а после 100 уже надо 4. Дальше нам показаны характеристики NPC, интерес NPC, симпатия NPC, также то, что нам нужны параметры, то есть разные количественные, и то, что мы получим, например, за очки других. Например, знания бережья Оливье. Здесь задание. Задание этого, то есть то, что нам сейчас предстоит сделать. Вызвать интерес NPC 4 раз подряд. И совет, соответственно, если параметр интереса знания выше, чем параметр интереса, у них шанс успеха возрастает. Соответственно, нам нужно искать интерес, который выше, чем NPC. Вот мы можем здесь видеть эффект знания. Интерес 43. 100% что получим, вызываем интерес. А также снизу, после двух заходов, следующие 4 знания получают плюс 3 параметры интереса. То есть вместо, если просто его два захода вязать, то на третьем у него становится 46. Мы его используем, правая кнопка мышки. Дальше у нас сначала мы используем максимальный. Видите, здесь интересно. 30, 29, 15. Мало, мало, 78. Очень малое количество. Соответственно, нам нужно вызвать интерес 4 раза подряд. Мы выбираем, давайте мы немножко поменяем. Сначала мы выберем самого малого, 88. Это довольно сложное на самом деле задание, с таким количеством интересов. И постепенно выберем всех. Ну и под конец самого большого, так 69 здесь, 78. Выставили NPC, вот они идут по порядку. Ну, надеюсь, нам повезет. Интерес есть, интерес есть, интерес есть, 100. Все, 4 раза подряд мы выполним, даже 5 раз подряд. Получаем 14 очков. Следующее, что нам нужно знать, что если мы заберем, то у нас добавится 14 очков, и мы выйдем из этой менюшки. То есть нам придется потратить снова 4 знания, чтобы снова начать играть. Если мы продолжим, то эти 14 останутся на накоплении, но если мы проиграем, то они сгорят. Я продолжаю. Мне нужно больше набрать. Дальше поднять параметры накопленной симпатии до 53. Это самое простое, на самом деле, накопленная симпатия вот здесь. Нам просто нужно, вот видите, снизу симпатия 0,0 поднимаем. Нам нужно выбирать NPC, у которых она максимально большая. Это один из самых простых вариантов. Так. Но если неудачный интерес, то симпатия она и вообще не прибавляется. Мы получили уже всего плюс 50. То есть 36 получили за вот этот разговор. То есть, чтобы что-то вообще добавилось, нам нужно, чтобы кроме параметра симпатии, еще был интерес очень высокий. Иначе вообще ничего не добавить. Следующее. Поднять параметр максимальной симпатии до 24. Ну, то же самое. То есть мы выбираем NPC, в первую очередь у которых много интереса, также много симпатии. Вот, максимально до 24 уже подняли. Отлично. И в итоге мы получаем плюс 99. Все. Несколько раз сыграли, видимо я перешел на следующий уровень. И мне сказали, вали отсюда. Я еще раз играю. И скоро почти я получу знания. То есть я совсем-совсем чего-то не получил. Провалить попытку вызвать интерес 5 раз. Это одно из самых сложных. То есть... Ну, нужно выбирать меньше всего. Ну, провалить попытку очень сложно 5 раз. Все, я уже не смог выполнить задание. Если я проигрываю, то я сразу выхожу. Провалить попытку вызвать интерес 2 раза. Вот это уже попроще. 48. 39. 58. Давайте 1 и еще 1. Провалил. Провалил. Отлично. Идеально, в общем. 8 очков дружбы. Продолжаем диалог. Вызвать интерес 2 раза подряд. Ну, здесь тоже довольно все просто. Сначала мы выбираем оборот. Выбираем от меньшего к большему. Потому что так намного больше шансов. 4, 97 и 100. Нам нужно всего 2 раза подряд. Вот, все. Мы 2 раза подряд сделали. Это уже хорошо. Поднять параметр накопленной симпатии до 108. Это уже посложнее. Здесь нам нужно еще, кроме всего прочего, вызвать интерес. Ладно, будем рисковать. Отлично. Получилось. Даже больше, чем надо. Я завершаю. И по идее, я получил знание. Теперь получил знание. Ну, наверное, знание получено. В итоге, довольно простая игра. Знание легко получать. Иногда они потребуются, чтобы выполнить какие-то задания. Открыть магазин. И еще, 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 еще. Поэтому, обязательно, как бы, чтобы, допустим, чем больше у вас знания идет на персонажа. То есть, например, вот он, то мне NPC. И, да, и чтобы как можно больше вот этих знаний вот здесь появилось, по этой дуге, надо всех там для себя бегать по городу, чтобы вот этих желтых исключательных знаков не было. Чем больше вы сможете повстречать и поговорить с ними, получить знания о них, тем проще вам будет играть в эти игры. Соответственно, прежде чем начать это делать, обязательно получите знания. А, надеюсь, видео помогло. Спасибо, что смотрели. И встретимся в следующем, в следующий раз. Пока.